Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Рембрандт ван Рейн. Голландская школа, лекция анатомии. Вследствие равнодушного отношения владельцев к своим картинам Голландия в течение 18 века, отчасти и в 19 веке, утратила большую часть своих лучших и драгоценнейших картин. Так что даже от величайшего мастера голландской школы, который один стоит всех других вместе, взятых от Рембрандта, в Голландии не осталось и 20-й доли написанных им картин. Зато между этими немногими произведениями его находятся три шедевра, которые всегда считались вехами, отмечающими различные эпохи его творчества. Ночной дозор среднего периода, синдики, последнего времени его жизни и предлагаемая ему нами лекция анатомии. В галерее Майютшус в Гаге. Знаменитое создание его юности. Заказ, полученный Рембрандтом на эту картину, которую он закончил в 1632 году, заставил его прожить довольно долго в Амстердаме. И успех картины побудил его поселиться и навсегда в этом городе. По своей простоте, хотя и меткой характеристик, отдельные головы картины не могут еще сравняться с лучшими портретами, которые писали современники Рембрандта в Амстердаме. Рисунок, в особенности трупа, справедливо подвергался осуждению. Композиция слишком скучна и отчасти не умела. Тон колорита, холоде. И все-таки Рембрандт в этой картине уже далеко шагнул вперед относительно своих предшественников. В лекции анатомии мы впервые видим широко задуманную, отличающуюся единством концепцию, мощно выражающую духовное содержание сюжета. Отношение лектора к слушателям передано так жизненно и тонко, что и позднее сам Рембрандт не пошел дальше этого. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции в фотогравюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.